Всем добра, дорогие друзья! В этом видео мы с вами поговорим о таком проявлении, как розация. Кратко разберем, что это такое и как помочь избавиться от нее. Розация считается заболеванием кожи. Довольно распространенное явление у многих людей. Около 10% жителей в мире подвержены этому. Она может проявиться уже в подростковом возрасте. Обострение данного состояния часто приходится на 30-40 лет. Чтобы помочь организму справиться с розацией, придется изменить в жизни некоторые привычки и кое-что скорректировать. По сути, розация – это кожная сыпь, проявляющаяся так же, как дерматит, лишай, экзема и псориаз. В таких случаях дерматологи обычно советуют изменить рацион питания. И это правильно. Пища является ключевым фактором при проявлениях на коже. Если соблюдать специальную диету, можно контролировать течение заболевания и купировать очень многие симптомы. Однако, прежде чем приступать к восстановлению, нужно задуматься, а что же лежит в основе розации. В 2009 году исследователи из Польского университета провели очень большое исследование, в ходе которого выяснились интересные данные. Было исследовано порядка 100 человек разного пола именно с симптомами розации. Оказалось, что самыми распространенными провоцирующими факторами были стресс идет на первом месте, на втором месте, конечно же, сахар, на третьем алкоголь, понятно, что это яд, кофеин и молочные продукты. Пациенты в других клиниках также говорили, что эмоциональный стресс был главной причиной розации. Эти исследования говорят о том, что данное состояние – это не само заболевание кожи, а именно проблема в организме, а точнее в том, что мы едим, а еще точнее в нашем иммунитете. Друзья, проверенным партнером моего канала является магазин Биояр. Кому потребуются хорошие витамины, то можете смело там заказывать. А мы продолжаем. Ученые уже уверены, что организм так реагирует на воспаление в кишечнике. Это действительно похоже на правду, ведь кожа отражает общее состояние здоровья и то, как хорошо усваиваются питательные вещества. Кожа показывает нам, что есть дисбаланс гормонов, недостаток сна и другие причины. Питание влияет не только на кожные проявления, но и на работу состояния самого кишечника. Как пример синдром дырявого кишечника, болезнь Крона, язвенный колит и целиакия. У тех, кто подвержен этим расстройствам, по анализам можно увидеть высокий уровень так называемых иммуно-реактивных нейронов в кровеносных сосудах и тканях. Итак, с чего же начать? Первое и самое главное – изменить свой рацион. Как показали исследования, о которых мы говорили выше, то сахар, молочные продукты, алкоголь и кофеин точно нужно исключить. Второй шаг – важно убрать из рациона продукты, которые содержат дрожжи. Дело в том, что дрожжи сами по себе являются сильным аллергеном и ускоряют рост нежелательных грибков в кишечнике, той же кандиды. Какие продукты стоит ввести в наш рацион? На первом месте – это квашеные продукты. Они помогают ускорить процесс размножения полезных бактерий в нашем кишечнике. Особенно полезна квашеная капуста. Идем далее. Листовая зелень и фрукты оранжевого и желтого цвета. Тыква, морковь, персики, абрикосы, хурма и т.д. Эти продукты особенно полезны, поскольку помогут снизить воздействие химических вредных веществ. Вводим полезные жиры. Это орехи, кокосовое масло, конечно же, авокадо, оливковое масло, семена льна и чия. Они уменьшают воспаление в кишечнике и помогают бороться с грибком. Эти продукты не только нормализуют гормоны, но и насыщают и снимают тягу к рафинированной, то есть плохой еде, которая вызывает эти самые воспаления. Далее. Нам нужен качественный белок или аминокислоты. Рыба, желательно, конечно, свежая. Это может быть лосось, в котором содержатся противовоспалительные жирные кислоты омега-3. При розации можно есть яйца и белое мясо иногда, но старайтесь уменьшить количество говядины и свинины в любом случае. Противовоспалительные травы и специи. Это, конечно же, имбирь, лук, чеснок, куркума, крестоцветные овощи. Листовая капуста, брокколи, помидоры, морковь и можно зеленый чай время от времени. Все эти продукты очень полезны и помогают бороться с воспалениями. Нам нужны также полезные добавки. Они помогут ускорить заживление ранок на коже, уменьшают количество бактерий в пораженных участках и помогают расти здоровым клеткам. Нужно принимать витамин D не менее 10 тысяч единиц в сутки. Лично я принимаю от 50 тысяч в сутки каждый день. Далее идут пробиотики, особенно с инулином. Куркума, имбирь, гель алоэ вера. Алоэ вера можно также наносить и на кожу. Пробиотики важны и если у вас есть возможность, то принимайте натуральные комплексы против кандиды. Еще раз скажем, что алкоголь, сахар и кофе должны быть полностью запрещены, поскольку усиливают симптомы розации во много раз. Это относится и к рафинированным продуктам. Они вызывают окислительный процесс в кишечнике, раздражают слизистую оболочку и провоцируют другие высыпания на коже. Нужно также учесть, что сахар содержится в большинстве обработанных и упакованных продуктов. Если там нет сахара, то его заменяют искусственными подсластителями. В полуфабрикатах много консервантов и стабилизаторов текстуры, которые и вызывают аллергические реакции. Полный отказ от молочных продуктов помог многим людям избавиться от проблем с кожей. К этим продуктам относятся особенно сыр, сметана, творог. Постарайтесь не жарить пищу, а варить ее. Полезно чистое растительное масло, которое не обработано термически. В нем есть омега-6. К полезным маслам можно также отнести подсолнечное, конечно же оливковое и кокосовое. О нем мы говорили выше. Жареная пища вообще негативно действует на пищеварение и может ухудшать состояние кишечника, особенно при розации. Еще одна важная деталь. Нужно увлажнять кожу. Однако надо с осторожностью подходить к выбору средств. Некоторая косметика может еще усугубить уже и так плохое состояние. Стоит отдавать выбор щадящим или органическим средствам. Тщательно читайте состав и избегайте кремов и лосьонов, в которых содержатся агрессивные химические вещества. Если сказать в общем, то первопричина в кишечнике. Однако в лечении розация эффективен именно комплексный подход. Начните с питания, придерживайтесь здоровой диеты, исключите стресс и правильно ухаживайте за кожей натуральными средствами. Надеюсь, что вам пригодятся все эти советы. Будьте всегда здоровы и счастливы!